Мини-фермы, крестьянско-сельские хозяйства и кооперативы. В регионе продолжается тематическая неделя развития малого и среднего предпринимательства. О том, как любимое занятие превращается в большой доход, наш следующий материал. На протяжении 7 лет на Ульяновской земле успешно реализуются программы развития и поддержки фермеров. За это время финансовую помощь получили более 250 начинающих предпринимателей. Например, Василий Плеханов из Троицкого-Сунгура. Свою деятельность по разведению молочного крупнорогатого скота начинал своими руками. В 2017 году построил мини-ферму на 10 молочных коров. А уже в июне 2019 выиграл грант на 1 миллион 200 тысяч рублей на приобретение еще 10 голов. Сегодня валовый доход его хозяйства около 2 миллионов рублей. Намного стало, конечно, легче жить по сравнению с 2018 и 2017 годами. Ну а так, конечно, я очень рад, что у меня такое планирую побольше еще в дальнейшем. Хозяйство Василия Плеханова – один из успешных примеров. В 2019 году финансовую поддержку на сумму более 54 миллионов рублей получили 25 ульяновских начинающих фермера. Кроме этого, 6 крестьянско-фермерских хозяйств заручились поддержкой от областного бюджета на сумму более 32 миллионов. Деньги пошли на развитие семейных животноводческих ферм. В рамках проекта необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы на селе образовывались личные пособные хозяйства крепкие, которые потом уже будут регистрироваться в крестьянско-фермерские хозяйства, с последующим объединением в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Один из таких кооператив «Станичный» в Новоспадском районе посетил и глава региона. На выставке специализированного автотранспорта, продукции крестьянских и сельскохозяйственных кооперативов главе региона продемонстрировали продукцию собственного производства – от фермы до прилавка, которая реализуется уже силами кооператива. В первую очередь, соответственно, это сам кооператив, который, скажем так, имеет возможность на сегодняшний день переработки и реализации своей продукции. И, кроме всего прочего, это те КФХ-фермеры, начинающие фермеры, которые получили грант, благодаря которому они реализовали проект по строительству мини-фермы численностью 10 коров молочного направления. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации обсудили уже на совещании с главой региона. Так поговорили о действующей мере финансовой поддержки и о возможности реализации новых программ. Мы хорошо помним, с чего мы с вами начинали – с разрушенного сельского хозяйства, с разрушенного животноводства, с разрушенных операционных связей. Наша работа в этом направлении, несомненно, привела к тому, что у нас появилась программа развития сельского хозяйства, и на ее основе уже появилась большая программа государственной поддержки сельского кооператива. Только за три года программы в регионе создано 32 потребительских кооператива. Это почти половина от общего их числа. Такой рост – хорошее подспорье для новых фермеров. Олег Тюрин, Вести Ульяновск, из Новоспасского района.